И снова к нам обращаются люди, возмущенные сложившимся положением дел. Жители расселяемого микрорайона Советский в начале июля остались без единственного магазина. Теперь им приходится за каждой мелочью ездить в город. Далеко не всем это удается. С инвалидностью и больными ногами далеко не уйдешь. Когда-то жил Советский. Пока шахта его кормила. А сейчас весь этот компактный, уютный поселок ждет судьба его старших собратьев. Закрытие. Город оптимизируют. Поселок вообще развален. Вообще пустые. Пустые дома вообще стоят. В апреле было собрание, обещали магазиновать. Ничего. И мы ничего нет. Хотели в музыкальной школе. Женщина приезжала, посмотрела, не согласилась. И все на этом. Они знают, мы как зимой будем ездить за продуктами. Урга или что, и будем сидеть без хлеба. Переселение и закрытие поселков – нужная мера для города. Можно сказать, вынужденная. Но, как всегда, гладко только на бумаге. Я являюсь матерью двоих детей. Младшей дочери 2,5, даже старшему сыну 9 лет. Вот только что я приехала после того, как отвезла дочь в садик. Я час гуляла в городе. Потому что автобусов не ходит. Вот на 8 часов я ее отвезла, на 9 часов я приехала обратно. Час я гуляла в городе. Чтобы получить садик, мне потребовалось просто бегать по всем инстанциям. Мне ничего не предложили. Единственный садик, который мне предложили, это на дорожной, за дамбой, вот там внизу. Ребенок у меня учится в прогимназии. Живу я на советском. На чем я должна? На метле летать. Садик у меня получился только благодаря тому, что моя мама встретила свою старую знакомую, которая работала в садике, которая, слава богу, помогла нам туда устроиться. Нас уже переселили. Нас здесь нет, вам все кажется. На первый взгляд целых домов на советском почти не осталось. Кругом пустые глазницы, выбитых окон, как в этом двухэтажном детском садике. Закрыта и местная поликлиника. На центральном входе в амбулаторию висит замок. Но попасть в помещение очень просто. Давайте пойдем и посмотрим, в каком состоянии сейчас находится уже закрытое медицинское учреждение. Осторожно, кругом стекло, банки, разбитые плафоны. Давайте сюда зайдем. Судя по всему, здесь, наверное, делали какие-то процедуры. Все, что напоминает о том, что здесь когда-то лечили людей, это вот книги по медицинской тематике. А в кабинете педиатра до сих пор из крана течет вода. Для чего? Более шокирующая находка ждала нас в конце коридора. Не поддающиеся исчислению иглы от медицинских шприцев. Ощущение, как будто отсюда люди просто убегали, забрав самое ценное. Ушли из микрорайона и предприниматели. Последний магазин и тот закрыт. Ну вот, последний магазин на поселке был закрыт еще в начале июля. Теперь жителям приходится за каждой мелочью ездить в город. Предпринимателей понять можно. Каждый смотрит свой кошелек и рассчитывает на прибыль. А обслуживать такое помещение, аренда, закупка товара, сюда же тоже приходится все привозить. Это все накладно. Поэтому бизнес отсюда ушел. Теперь с сумками и пакетами советские жители отправляются в город за продуктами, лекарствами и всем необходимым. Григорий Деброва трудится в местном ЖЭКе. За почти 50 лет своей жизни на поселке видел его расцвет и медленные угасания. Все деревья, все это было высажено. Все. Субботники, воскресники проводили. Ну, жизнь кипела, потому что шахта была. Если днем и ночью постоянно люди двигались. Детей очень много было. Если бы поселок сохранили, я бы с удовольствием здесь и остался бы. Здесь очень компактно, удобно было. Все и домбыто работало, и ресторан, столовая. Магазины работали отлично. Природа, пять минут я уже на природе отдыхаю. Во многих домах остались жить один-два человека. Пожилым людям страшно. Кто их защитит? А если здоровье даже по квартире с трудом позволяет ходить, в город вообще не выбраться. Вот так живет Клара Чехладзе. Как говорится, на птичьих правах. Прописки здесь нет. Были долгие проблемы с регистрацией и оформлением паспорта. Женщина не привыкла жаловаться. Ведь ей все-таки помогают. Из городской администрации и такие же, как она, заложники переселения. Однако эмоции сдержать не удалось. Никому ничего не нужно, потому что они очень хорошо живут. Скажите, пожалуйста, как мы вам, чем мы вам? Не знаю, я уже все потеряла, все не делали. Не волнуйтесь. Вот мы с телевидением, мы показываем, люди нас смотрят. Может быть, вы сказать что-то хотите? А что я могу сказать? Я не могу. Я не привыкла попрошаться. Я работала всю жизнь. Я умру, никому ничего не попрошу. Только лучше лекарства. И вот это, если можно, жилет. Сейчас женщине очень нужны лекарства, которых нет в списке льготных. Государство чем могло, помогло. Будем надеяться, что и с переселением помощь не заставит себя ждать. Не только для Клары Чехладзе, но и для всех жителей советского. Александр Воеводин, Денис Кораблев, ТВ ГОЛО, Воркута. Денис Кораблев, ТВ ГОЛО, Воркута.